Чудеса 12 июля. Окончание Петровского поста. А знаете почему? Потому что именно 12 июля Святая Церковь наша совершает празднование первоверховных апостолов Петра и Павла. Отец Борис, святые первоверховные апостолы Петр и Павел. Два первоверховных апостола, которые стоят у дверей рая и которые пропускают людей в рай. Может быть поэтому так их ценят и так их любят у нас? 12 июля Церковь празднует память святых апостолов, первоверховных апостолов Петра и Павла. И вы знаете, ведь перед ними, перед этим праздником есть пост Петропавловский. А ведь не перед каждым праздником, даже на 10-м, есть пост. Насколько этот день почитаем православной Церковью. Мы знаем, что перед Пасхой есть пост Великий, перед Рождеством пост Рождественский и перед Успением Престой Богородицы Успенский пост. А вот больше нет поста. Только перед тремя праздниками Великими и перед праздником Петра и Павла. А это говорит о том, что день и праздник Петра и Павла, он очень велик. Если говорить сейчас вот о Петре и Павле, то, конечно, это люди совершенно даже незнакомые были друг с другом. Но, тем не менее, они стали первоверховными апостолами. Апостол — это значит посланник. Мы знаем из Евангелия, мы знаем из истории, что Петр был с бедного рода. Он имел семью. Звали его Симон. И он был обычным рыбаком. Вы знаете, вся жизнь его проходила в нелегком труде. Жил он в Галилее, в довольно отдаленном от центра, от Иерусалима, провинции. И со своим братом Андреем они занимались рыбной ловлей. Естественно, что мы понимаем, что это очень тяжелый труд. Но когда Господь наш Иисус Христос, проходя мимо, и сказал, «Пойдете ли за мной», они бросили свои даже сети, они даже не вытянулись с воды, не бросили все и пошли за Господом нашим Иисусом Христом. И мы знаем, что Петр был его самым близким учеником. И совершенно противоположность большая апостолу Павлу. Это был человек высшим образованием. Он имел очень много поблажек у римлян, потому что он был даже римским подданным. И он вступил в группу фарисеев, первосвященников. То есть он исполнял полностью закон, он относился с преданностью к закону Моисея. И самое страшное, наверное, было в том, что, к сожалению, он стал со временем в молодости своей гонителем христиан. Потому что он узнал, что есть такая какая-то секта, вот якобы есть Христос, и он не только присутствовал, бывая, при казнях, ведь он присутствовал и даже при избиении, при убиении архидиакона Стефана. Но он в тот момент не участвовал в этом избиении, он просто как бы охранял вещи тех, кто его забивал камнями. Эта история об этом нам говорит. Поэтому вроде бы как бы совершенно другой человек, да? Но тем не менее они признаны первоверховными апостолами, потому что Господь их призвал. И вот первое призвание апостола Петра, естественно, это было его отречение. То есть через отречение, через вот это страшное отречение, когда он сказал, что я никогда тебя, Господи, не откажусь, а Господь ему говорит, и три раза петух не крикнет, ты от меня отверждишься. И он, вот этот страх обычного человека у него был. И он испугался. Он испугался и сказал, я его не знаю, я не знаю его. И трижды отрекся. И потом в течение всей жизни он очень страдал, апостол Петр. Он страдал, потому что он понимает, что он совершил преступление, хотя Господь его потом простил. Потому что он сказал, что ты сын Бога Жавагу. Когда Христос спросил учеников, кто я для вас? Апостол Петр говорит, ты сын Бога Жавагу. Он так ответил. И ведь не даром, не даром Господь сказал прекрасные слова апостолу Петру. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата адна не долеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах. И вот эти слова, они сейчас для нас очень актуальны. Вы знаете, мы переживаем трудное время для нашей церкви, это все знают. Но я всегда говорю тем, кто иногда сомневается, а сомнения есть у людей. Я говорю, вспомните слова Христова, что я, ты Петр, и на нем созижду церковь Христова, и никто не одолеет ее. А мы знаем из истории, даже из ближайшей истории 20 века, когда, будем говорить, уничтожалась вера, когда у нас сейчас много новомучеников, русских новомучеников, и когда только за то, что ты говоришь, что я христианин, и тебя могли убить, но тем не менее закрыты были все храмы почти. В Николаеве не было открытого храма в те годы, в далекие годы, так было, это была реальность. Но тем не менее, церковь сохранилась, и она сейчас воскресла, она существует. И поэтому я уверен в том, что никогда Господь не допустит, чтобы вот этот камень, на котором он создал церковь Христову, что кто-то ее одолеет. И вот переломным моментом для апостола Петра вот это стало отречение, потом его покаяние. А для апостола Павла, который был раньше Савву, для него стало переломным моментом то, когда он, идя в Дамаск, услышал слова, увидел воскресшего Христа, который сказал, «За что ты гонишь, Савву, меня? За что ты меня гонишь?» И он понял, что он совершил страшную ошибку, потому что он уничтожал христиан. И вот это был его переломный момент в его жизни. И апостол Павел стал великим апостолом, Учение его очень многогранно. Апостол, как я уже говорил, посланник в переводе означает. И вот апостолы шли и проповедовали Слово Божие. И вы знаете, ведь это было чудо, потому что мы недавно праздновали праздник Пятидесятницы, это сошествие Духа Святого на апостолов. Вот представьте себе, что люди, которые никогда не знали других языков, а ведь так как апостол Петр был почти неграмотным, они не знали многих языков, но они получили дар Божий через схождение огня в День Святого Духа. Они понимать начали другие народы для того, чтобы нести это Слово Божие, для того, чтобы рассказывать о Господе нашим Иисусом Кресте. И хотя вот вроде бы как бы начало жизни было совершенно разного апостола Петра и апостола Павла, но конец их был почти одинаковый, потому что они умерли мученической смертью. Апостол Петр, как мы знаем, был казнен на кресте распятием, но вниз головой. А апостол Павел за то, что он нес Слово Божие и проповедовал христианам Слово об Иисусе Кресте, он был казнен, он был казнен отсечением головы. Но я хочу сказать, что вот этот праздник апостолов Петра и Павла, мы должны, конечно, самое главное верить в то, что они ведь с нами постоянно присутствуют, ведь мы знаем, что нету окончания земной жизни, а есть продолжение вечной жизни. Мы созданы по образу Божию подобию, мы созданы для вечной жизни. И вот для меня, как для настоятеля именно храма Петра и Павла, этот день очень знаменателен. Его любят прихожане, этот праздник, потому что для нашего храма Петрова-Солонихи это день, когда приезжает множество народа из города, когда собираются соседи, когда мы прославляем апостолов Петра и Павла, когда мы совершаем божественную литургию, когда мы общее причастие принимаем, мы принимаем исповедь, мы каемся в своих грехах, а потом мы проходим крестным ходом, окропляем всех святой водой и всем предлагаем общий обед. А ведь общая трапеза это то, что нам необходимо. Мы знаем, что ведь Христос даже взял тайную вечерю, да была общая трапеза, на которой Штолл сказал, что и ныне это будет тело просфора, моим телом, а вино будет моей кровью. И в моем воспоминании вам это оставляет, а Новый Завет. Поэтому трапеза тоже, она объединяет людей. Но я вот хотел бы, может, сегодняшнюю вот эту проповедь, поздравляя всех с праздником Петра и Павла, окончить вот выдержкой и цитатами апостола Петра и апостола Павла. Апостол Павел говорил следующее. «Я обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, евреи и по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законный, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю, да и все почитаю читаю ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа в душе. Говорю так не потому, что я достиг, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня в свое время Господь наш Иисус Христос?» Послание к филиппийцам, глава 3. И слова апостола Петра. «Пастыри ваших, я умоляю вас, как сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пастите Божие стадо». Это обращение к нам, наверное, ко всем, ныне духовенству. «Пастите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над последними. Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится постороначальник Христос, вы получите неувидаемый венец славы». Петра, 5 глава. Вот какие прекрасные слова, да? Слова о том, что мы священники, мы есть продолжатели, мы последователи апостолов, и мы должны воспитывать так свое стадо, мы воспитывать должны так своих людей, чтобы это было не просто користь и ради, а именно с любовью, потому что любовь – это самое главное в нашей жизни. И апостол Петр, и апостол Павел, которые стали первоверховными апостолами, которых мы любим, к которым мы всегда обращаемся и говорим. Святые апостоли Петре и Павле, молите Бога о нас. Дайте нам силы все трудности пережить, дайте нам силы любовь свою хранить, и дайте нам силы быть похожими на вас, своими действиями, своими делами, своей жизни, уподобляясь жизни апостолов. Оба апостола совершили грехопадение, но они раскаялись и стали первоверховными. Пускай же Божие благословения и молитвы святых апостолов защищают нас, сохраняют нас, оберегают нас от всякого зла и всяческих искушений, которых очень много на нашей земном пути. С праздником вас, святых апостолов Петра и Павла! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова